После того, как полномочия по организации и содержанию контейнерных площадок были переданы от района на уровне сельсоветов, власти Косихи поняли, чистота на улицах зависит от их оперативной работы. Тогда местная администрация подала заявку на участие в программе комплексное развитие сельских территорий. Удалось получить субсидию в миллион триста тысяч рублей. Затем добавили еще миллион рублей из бюджета сельсовета и средств бизнеса. Мы обустроили 40 площадок под твердые коммунальные отходы, согласно нормам САНПИНА. Из имеющихся 49 мы осуществляем непосредственную работу возле имеющихся площадок. В зимний период это содержание подъездных путей, ну и также содержание санитарии, наведение порядка возле имеющихся контейнеров. Подавляющее число контейнерных площадок теперь оборудованы по САНПИНу. На бетонном основании под навесом стоят новые контейнеры. Жители Косихи изменения оценили. За все село, конечно, я не могу сказать, а меня вот устраивает. Вынес мусор и без проблем. Вывозят постоянно мусор, так что тут завала не было. Собаки не растаскивают мусор. По цене, ну у меня вот, у меня два человека, мне, конечно, меньше стало платить. Жители вспоминают, что начиналась мусорная реформа с бестарного вывоза. Мера временная и вынужденная, которая с появлением контейнеров отошла. И теперь у подрядчиков рекоператора времени на вывоз уходит меньше. Раньше уходило порядка шести часов на обслуживание только села Косихи. Но помимо этого села у нас есть еще ряд других сел на периферии, до которых нужно добраться и которые нужно обслужить. Когда муниципалитет сделал контейнер на площадке, мы можем предоставить эту услугу, так как время сократилось до полутора-двух часов на обслуживание данного конкретно села. По федеральному законодательству обязанность рекоператора наступает с момента погрузки мусора в мусоровоз. А вот чистота на площадках уже дело села. Наводить на них порядок, расчищать пути от снега, обязанности муниципалитета. Именно сугробы главная проблема, из-за которой зимой мусор порой могут и не вывезти. Это обстоятельства непреодолимой силы, когда региональный оператор не может оказать услугу не по своей вине. Это неподъездные пути к контейнерным площадкам. Как только эти вещи исправляются органы местного самоправления, мы надлежащим образом начинаем оказывать услуги. В Косихе справляются. Есть штатный дворник, заключен договор на расчистку дорог. А вот у жителей других сел или городских частных секторов иногда возникают вопросы по поводу мусорной реформы. Кого-то не устраивает, что конкретно к его дому близко установлен контейнер. Кому-то наоборот далеко приходится идти до площадки и выносить мусор ежедневно. Поэтому все индивидуально. Органы местного управления реагируют. Министерство в том числе находит общий язык с жителями, определяют оптимальное количество площадок, оптимальное расстояние для каждого. Эксперты отрасли также подчеркивают, законодательно определено минимальное и максимальное расстояние от жилого дома до контейнерной площадки. Оно составляет от 20 до 100 метров. Однако Санпин допускает отклонения как в большую, так и в меньшую стороны. В Косихе, например, с жителями и по этому вопросу договариваются. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...